Всем привет! Давно не было болталок, вы попросили и такая тема. Мужчинам не нравятся джинсы с высокой талией. Я делала опрос. И только одному парню понравилось. Но он гей. Вывод. Мы все любим, ну почти все, я думаю, что некоторые девочки, я тоже делала опрос, не все любят джинсы с высокой талией, но большинство любят. Я в том же числе. Мне нравятся джинсы с высокой талией. И мне нравится заправлять туда футболки и свитера. Почему? Ну не нравится. Я говорю, ну объясни. Ну визуально не нравится. То есть некоторые начинают объяснять, почему, да, что там портится фигура, там не так как бы выглядят бедра, нарушается пропорция талии и так далее. А еще по моему опросу мужчины очень не любят угги. Никогда бы не подумала, я просто сама их не люблю. И когда спросила, все, кроме одного, сказали, не нравится. Опрос у меня был среди, сейчас скажу, 7 человек. Один из опрошенных сказал, а мне все равно. Если тепло, пусть носит. Все остальные сказали, это самая ужасная обувь, которую вообще могли придумать. Так что делаем отметочку. Угги мужчина мне нравится. Чем девушка скромнее, она может быть в свитере и в джинсах, не с высокой талией, с минимумом макияжа. И она привлечет больше внимания, мужчина с ней познакомится, нежели с той, которая будет с огромным вырезом декольте, с мини-юбкой и так далее. Я думаю, что все это знают, но в любом случае, меня попросили поднять эту тему, поднимаю. Что еще не нравится мужчинам в одежде? Кстати, давайте зацепим макияж. Вот я очень иногда люблю смоки айс. И есть мужчины, которым смоки очень нравятся, а есть, которые категорически против. Но мужчины еще делятся на категории стильных и не стильных. Есть мужчины, которые разбираются в стиле, которые понимают тенденции моды и сами одеваются модно и стильно. Есть мужчины, которые одели джинсы и свитер, и для них красота в женщине совершенно в другом. Но мужчины разные, и вкусы у них тоже разные. И это видео, это такое, что-то субъективное. В любом случае, кому-то оно пригодится, кому-то нет, но имейте в виду, в первую очередь делайте так, как нравится вам. Встречаешь по одежке, провожаешь по уму. Так оно и есть. Такого мужчин, например, они встречают по внешнему виду, то есть по картинке, а уже потом заглядывают в наш внутренний мир. Поэтому в любом случае за собой надо следить. Я наблюдаю у девочек, например, усики. Всегда можно сделать депиляцию. Точно так же и руки. Не знаю, мне кажется, мужчины очень сильно на это обращают внимание. Ну, по крайней мере, те мужчины, которые нравятся мне, они обращают на это внимание. Вот. И убирать волосы с рук обязательно. Ну, про другие места я молчу. Это понятно. Это, знаете, как... По умолчанию. И, кстати, по поводу макияжа. Я заметила, что мужчины на меня больше обращают внимание, когда я не накрашена. То есть я проще. Ко мне чаще подходят знакомиться. Но когда я классно одета, накрашена, ну, можно сказать, так расфуфырена, они смотрят, но боятся. Боятся подходить. Что мужчинам не нравится еще? Мужчинам на самом деле не нравится, когда девушка одета вызывающе. То есть если вы, как я уже говорила, одеваете мини-юбку, то у вас верх должен быть закрыт, и желательно гольфом, если это зима. То есть декольте у вас не должно быть. Если вы открываете декольте, то вы закрываете низ. Это джинсы, брюки, что-то очень спокойное. Каблук. Мужчины любят каблук. Они любят лодочки. Вот эти вот огромные каблуки с платформой, это выглядит очень некрасиво. И мужчины тоже, как бы, этой тенденции следуют. То есть если это не актуально, даже если они не разбираются в моде, они все равно понимают, что это не о чем. И всегда надо одеваться по погоде. Вот это правда. Я вспоминаю себя в молодости, когда зима, а я в капронках. Ну это же ужас. Ну это же смешно смотрится. И нормальный, взрослый, адекватный мужчина, он посмотрит на эту девочку и сразу поймет, что она глупа. Поэтому, девочки, одеваемся по погоде. Лучше быть вот в таком здоровом пуховике, да, как бы, понятно, что не видно фигуры, долго вообще ничего не видно, особенно если идет снег, и ты вообще вот такая вот, да. Но люди знакомятся иногда, знаете, по вот этому дзынь. Мне когда-то Ника, дочь моя, показала мультик, аниме-мультик, и назывался он «Как твое имя?» Да. И вот там был этот дзынь. Почему дзынь, да? Бывают же моменты, когда ты не знаешь человека, как бы, ну вот, оп, ты обратил на него внимание. По феромонам еще. То есть люди находят друг друга по какому-то притяжению. Поэтому будьте вы в пуховике, будьте вы, я не знаю, запакованы в ботинках, ваш мужчина вас найдет в любом случае. И вы можете прислушиваться к своему мужчине, и даже надо к нему прислушиваться, но не идти все время на поводу. То есть у вас должно быть свое мнение, свой стиль, и он должен его, этот стиль, вас любить. И, кстати, напишите мне в комментариях, вы одеваете зимой шапки? И какие шапки предпочитаете? Следуете каким-то тенденциям, или у вас есть какая-то определенная своя любимая шапка, и вы носите ее годами? Как часто меняете гардероб? И еще такой вопрос у меня к вам. Носите ли вы колготки капроновые под джинсы? Если вы это делаете, не делайте. Во-первых, вы портите кожу, а во-вторых, они нифига не греют. Лучше выбрать колготки с катоном, и тогда они будут греть. Ну, кто грешил капроновыми колготками под джинсы, а? Скажите. А еще мужчинам не нравится тату. Вот мне нравится, знаешь, у меня, слушай, у меня есть клиентка, мы познакомились с ней 14 лет назад. Обалденная барышня вообще. Она такая вся пышненькая, как по стандартам красоты сейчас, с лишним весом, с формами и все такое. Но она сказала гениальную фразу вообще, я запомню она всю жизнь, но фраза была сказана, я не помню, 14 или 15 лет назад. Она говорит, ты знаешь, когда я родилась, еще медленнее собрался, не ушел. Это по поводу лишних форм. И ты когда говоришь, что мужчинам не нравится тату, или там еще что-то не нравится, ну, когда ты в нижнем белье, ну, как могут не нравиться тату? Ань. Ну, это если ты в нижнем белье. А так мужчинам тату не нравится. А еще мужчинам не нравятся брови. То есть брови нравятся всем, но брови, как у Брежнева, черные, не нравятся. Так что, девочки, без перебора. Ну, и раз мы в салоне красоты, то могу сказать, что мужчинам еще не нравятся слишком перекачанные барышни. Губки уточка, и все такое. Мужчинам не нравятся нарученные ресницы, как щеточки. Если вы уже наращиваете, то пусть это смотрится естественно. Также мужчинам не нравится, когда на вас тонна макияжа. То есть такой толстый-толстый слой не то что косметики, а вот знаете, тонального средства. Это очень жутко смотрится, и даже девушки это замечают. Также мужчинам не нравится женская глупость. Мы не говорим о наивности. Некоторым мужчинам наивность нравится. Именно глупость. И еще категорически ни один мужчина не любит истеричек. Вот истерички это... Даже если мужчина вас будет очень-очень сильно любить, истерики убьют эту любовь. Так что, девочки, не истерички. Также мужчины не любят выскочек. То есть таких сильно умных, всех знающих женщин. А еще мужчинам не нравится, нормальным мужчинам, когда женщина курит. Вот прям очень не нравится. Ну опять же, я делала опрос среди мужчин успешных, местами влиятельных, я имею в виду в плане работы. Вот. И на самом деле я тоже считаю, что когда-то я баловалась. Это очень некрасиво. Напишите мне в комментариях, что не нравится вашим мужьям. Сделайте тоже такой опрос. И напишите в комментариях, помогите другим девочкам определиться. Потому что есть девчонки, у кого есть свой определенный стиль. Они знают, как одеваться. Есть девчонки, которые, ну, можно сказать, еще в поиске. Поэтому надо помогать друг другу. Я надеюсь, что моя болтология вам пригодилась. Если это так, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И впереди вас ждут новые болталки. Так что до новых видео. Пока-пока.